приветствую вас на youtube канале портала арома.ру меня зовут маша головина и сегодня обсуждаем животрепещущую тему а именно сексуальные ароматы сексуальность тема очень сложная и глубоко индивидуальная поэтому сразу сделаю такую пометку дисклеймер что выбор и сегодняшняя подборка исключительно основана на моем вкусе кроме того я не делила ароматы по полу но я условно разделила их на три группы это более женственные фемильные более мужественные маскулинные и что-то посередине такие совершенно универсальные но при этом очень притягательные на мой взгляд ароматы и это совершенно не означает что одни ароматы мужские другие женские я вообще не поддерживаю такой разделение пополам в парфюмерии поэтому ориентируйтесь только на ваше ощущение и носите то что вам нравится не думая о том мужской это аромат или женский и начнем мы с довольно привокационного аромата мнение о котором абсолютно разделено на противоборствующие лагеря это gucci rush 99 год я только достала его из внешней упаковки и уже чувствую его дурманящий аромат этот довольно эпатажный аромат на рубеже нулевых для gucci создал парфюмер мишель альмирак и совсем неудивительно что композиция пришлась по вкусу тогдашнему креативному директору гуччи тому форда уже в gucci rush узнается склонность форда к эпатажу он очень любит тему сексуальности каких-то табуированных моментов в частности само название rush помимо спешки означает и приход который посещается человека употребившего какие-то опьяняющие субстанции и безусловно сам дизайн флакона чем-то напоминающий кейс для кассеты аудио да такой супер вычурный дизайн ни на что не похожий и до сих пор наверное ничего подобного не выпускалась gucci rush невозможно перепутать ни с одним другим ароматом не только визуальном плане но и по запаху сам альмирак называет этот аромат как ни странно такой вольной интерпретации шипра мисс диор вот если поставить мисс диор и gucci rush и рядом это абсолютно не похожие вещи тем не менее gucci rush по праву можно считать пионером среди так называемых нео шипров то есть шипры в которых уже больше нету дубового мха но зато есть очень плотная яркая база из пачули rush был выпущен до известного нео шипра который часто считают первым каком мазель до нарцисса родригес который кстати тоже очень притягательный сексуальный но мне почему-то захотелось включить именно этот аромат подборку потому что я считаю что несмотря на довольно будем говорить так отталкивающие и душные первые ноты которые напоминают чем-то лак для волос в аромате очень много всего происходит это безусловно цветочный шипр с таким необычным персиковым акцентом причем персик не такой сочный фруктовый натуральный с кожицей а скорее пластиковый то есть в нем есть такая кукольность и игра во фруктовость если это и фрукты если это и персик то скорее такой фигурные искусственные которые просто присутствуют как декор на кухне продолжу свою идею о том почему rush безусловно можно считать очень эротичным ароматом в нем невероятно красивая база который сочетается молочность и такая горечь и землистость от пачули вообще в нем такой вихрь разных оттенков и контрастов и спутать шлейф как я уже сказала совершенно не представляется возможным при этом в начале нулевых rush был настолько популярен среди молодых женщин особенно тусовщиц таких немножко возврат к 80 то есть это был аромат берущий на себя очень много внимания такой для девушки вам носили его просто и старый млад и поэтому в какой-то момент он очень опопсел и вызывал много неприязни но по прошествии 20 лет rush очень редко можно встретить на улице однажды я сидела в кафе и услышала этот запах на очень молоденькой девочки ей было лет наверное 16 17 я естественно как старая парфманьячка подсела и спросила девушка что вы носите ни о каких гуччи раши на и в помине не слышала оказалось что она носит довольно дорогие духи от марки gotti под названием white если у вас была возможность попробовать white я думаю вы согласитесь что есть определенная цитата из гуччи раш если давать мою ассоциацию то rush это безусловно такая последовательница мицуко от герлен то есть есть вот этот телесный персик но она уже одета в какую-то лаковую красную юбку она вышла с тусовки где классная электронная музыка причем если это начало нулевых вы помните что в клубах всегда много курили и одежда на одежде смешивались запахи парфюма и немножко сигаретного дыма если задуматься то первый слой этой ассоциации довольно противоречивый даже немного отталкивающий но согласитесь что в тусовках и в духе свободы которые присутствуют во время вечеринок присутствуют определенная доля вульгарности и она в то же время довольно эротично и привлекательно сексуальном плане то есть есть такая классная энергия в этом во всем мне ну по прошествии 20 лет гуччи раз уже не кажется каким-то невероятным вызовом сейчас на рынке есть более будем говорить так пошлые ароматы и rush в 2021 это такое немного ретро даже какое-то мило и очень мимолетное воспоминание о том какие плотные запоминающиеся ароматы носили на рубеже десятилетий в конце 90-х начале нулевых мне очень нравятся эти духи особенно нравится их база нужно всего лишь перетерпеть первые 20 минут вот этого яркого аккорда лака для волос переждать нюанс потушенный в молоке сигареты хотя люди которые любят сигаретный дым и запах я тоже таких знаю это же мне кажется что это такой определенный king в этом есть и сексуальная коннотация знаю что куча ненавистников и гуччи rush и столько же людей обожают эти духи надеюсь на жаркие споры в комментариях следующая невероятная парочка в нашей подборке от моей любимейший марки italy bird orange это питан де палас и divin enfant такие контрасты дворцовая шлюха и божественный ребенок на питан де палас не буду останавливаться подробно все знают наверное наслышаны об этом довольно телесном аромате в котором присутствует пудра помада то есть такие розы фиалки действительно будуарный аромат с интересным животным таким немножко потным пряным акцентом очень нравится носить его на коже безусловно вечерний аромат очень сексуальный ну об этом и говорит название и мне хотелось бы подробнее рассказать об аромате который часто остается в тени своих более популярных и провокационных собратьев по коллекции в рамках марки italy bird orange конечно кто может пройти мимо ароматов с названием жирный электрик или магические секреции или даже та самая дворцовая путана божественный ребенок казалось бы ну такое невинное название но естественно в нем хранится довольно сильный эротический заряд будем говорить так я расскажу свою довольно личную историю про первое знакомство с этим ароматом и последующую влюбленность у него абсолютно divin and fun при первой пробе такой на бегу мне показался совершенный совершенной пошлостью первая ассоциация была косметичка 17-летней девочки подростков которые смешались какие развалившиеся дешевые тени из каталога какого-нибудь какой-нибудь фирмы который строится на сетевом маркетинге там же такой липкий блеск для губ с фруктовым ароматом все естественно обивка косметически такая резиновая запах очень плотные духи какие-то не очень дорогие и я настолько была поражена тем что по каким-то причинам меня отталкивает аромат что в итоге я не могла оторваться от блотера и носила его и прикладывала знаете когда что-то неприятное ты такой так плохо что уже хорошо в итоге с прошло наверное года три и я вожделела аромат миск 25 от ли лобо и всячески откладываю на него средства и в какой-то момент мой коллега мы тогда работали в одной из компаний дистрибьютор ских парфюмерных пришел на работу в каком-то очень крутом аромате в котором присутствовал яркий такой очень телесный нежный мускусный шлейф и мне показалось что это минус 25 я спросила это ли лобо он сказал нет это divin and fun это это али бордо раньше такая да ты что не может быть мне так не понравились эти духи и когда оказалось что удивительно фан совершенно невероятный вот такой очень плотный и запоминающийся очень притягательный мускусный шлейф мне пришлось их разнашивать и внимательно прослушивать что происходит в этом аромате официальная легенда гласит о том что в нем противопоставляются такие детские и жизнерадостные нежные ноты вроде зефира маршмеллоу и флерд оранжа который традиционно ассоциируется с детской косметикой какой-то присыпкой детским мылом особенно во франции противопоставляется таким ярким нотам как табак кожа амбра кофе признаюсь честно я не могу четко разделить этот аромат на составляющей безусловно в нем чувствуется флерд оранж вот этот метилантронелад важное вещество которое создает запах флерд оранжа у него есть такая интересная особенность я уже возможно упоминал об этом других видео резиновая такая нотка есть в нем есть что-то такое латексное резиновое напоминающие какие-то секс игрушки к примеру кроме этого каких-то ярких вот прям кофейных табачных нот нельзя выловить я бы сказала что это очень красивый мускусный аромат причем мускусы здесь как телесные такие полуживотные так и очень свежий чистый и вот эта нота маршмеллоу безусловно сладкая и тягучая она тоже присутствует к гурманский мускусный очень круто сидит на коже более того нельзя точно сказать что вы носите духи в нем есть еще такой эффект благовоний супер хит в нашем видео про благовония я рассказывал про самые известные индийский сорт супер хит в нем как раз очень чувствуется ванилин и здесь безусловно вот эта нота маршмеллоу передано с помощью ванильного аккорда говоря о маршмеллоу а также о сексуальности и божественности нельзя не упомянуть love don't be shy от killian у меня он присутствует сегодня в двух вариантах маленький это такой миниатюрный карафф графин в стиле killian killian сейчас выпустили очень классный набор миниатюр в рамках которого присутствует всех бестселлеры в том числе love и еще одна версия это фреш летняя такая более облегченная аромата лавнула все равно узнаваем поговорим о нем прежде всего love известен как любимый аромат рианы конечно это был такой лик в интернет и нельзя точно сказать это рекламный ход или правда в какой-то момент по твиттеру начались обсуждения о том что рианна пахнет как живая богиня просто невероятно все отмечали именно то какой от нее исходит аромат и в какой-то момент сложно сказать рекламный это был ход или действительно информация актуальная но один из ее ассистентов как бы слил название духов и что это были лав но когда я пробую эти духи я почему-то с легкостью могу представить риану в этом аромате вообще официально love вдохновлен создала его колец бекер довольно именитый парфюмер и когда колись хотела создать аромат любви ей в голову пришла идея запечатлеть такие детские воспоминания свои о приготовлении традиционного французского десерта это такой зефир в которой добавляется цветочная вода в частности флёрдоранжевый гидролат да то есть побочный продукт производства эфирного масла не роли в итоге здесь действительно такое очень воздушное ванильное облако в котором яркая цветочная нота флёрдоранжевого кстати прошу отметить и в love и в divin and fun это нота флёрдоранжевого очень яркая возможно это какое-то мое персональное предпочтение а может быть и нет потому что флёрдоранж особенно абсолют который получает из цветков апельсина он очень телесный очень ярким таким животным даже уринальным аспектом в аромате в отличие от масла не роли которая получает с помощью паровой дистилляции она пахнет больше такой цитрусовой зеленью немножко с горчинкой вот флёрдоранж традиционная используется как я уже сказала для отдушек мыла всяких косметики для ванны детской косметики и возможно вот это ощущение чистоты как-то коррелирует с ощущением собственной сексуальности так или иначе аккорд в котором сочетается ванили флёрдоранжи создает очень уютное очень притягательное настроение и по праву love это один из бестселлеров killian и признаюсь честно из всей коллекции killian один из моих любимых ароматов он достаточно яркий нельзя сказать что это аромат который понравится абсолютно всем будут люди которые назовут его достаточно душным кстати если классический love кажется вам очень ярким и тягучим то как раз фреш в нем усиленно мускусная такая свежая часть похожие на свеже выстиранное белье остается в базе действительно классно подходит на летнее время или просто если вы хотите ближе познакомиться с лав но не хотите сразить наповал людей в радиусе километра то фреш отличный вариант для вас следующий запах который я отнесла категории более женственных ароматов на тему сексуальности да среди них уже были гучераш бутан де палац девинан фан и love от killian последний среди них это и букет от мезон ланком их специальная линейка такая бутиковая познакомилась я с ароматом тоже при очень таких специфических условиях я довольно редко обращаю внимание ну до такой степени обращая внимание на чужие духи чтобы остановиться и спросить у человека что на нем надето в парфюмерном плане но случилось со мной такая оказия я уловила невероятно вкусный как сейчас принято говорить шлейф духов который показался мне незнакомым и при этом очень очень притягательным то есть буквально скружил мне голову я не смогла удержаться и спросила что же ты носишь из духов и девушка призналась мне что это утбуке и сказал что ей довольно часто делают комплименты и в данном случае это ситуация где гурманский аромат действительно воздействует на сознание здесь очень крутая ваниль напоминающая заварной крем с такими вкраплениями черными точечками настоящий бурбонской ванили ваниль очень круто подчеркнуто удовыми такими немного медицинскими нотами то есть древесной древесной нотой и получается что это ванильный в общем если вы хотите ванильный аромат который не будет напоминать запах недорогого геля для душа у букет это отличный выбор помимо ванили на мой вкус и уда который явно чувствуется в этом аромате букет не так просто называется он букетом да здесь есть роза и шафран очень восточная тема но при этом он далек от такого традиционно арабского да будем говорить так парфюма очень мне нравится внезапно удовый ванильный аромат не то чтобы это мой жанр но как показала практика я об обратила внимание на человека который носил эти духи и как опять же отмечает наш оператор постановщик настя она за кадром в букет присутствует такая яркая алкогольность то есть он немного ликерный пьянящий возможно это сысну играет огромную роль в том как он воздействует на людей и ваниль такая с горчинкой то есть опять же не кондитерская на этом хочу перейти к рубрике таких совершенно универсальных ароматов про которые даже сложно сказать они более женственные или более мужественные среди них я выбрала два ван дер вуд от ком де гарсон для меня самый 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 притягательный аромат я готова его мне кажется есть пить носить сверху принимать внутрь вот в такой миниатюре остался жду новый флакончик чтобы подъехал и еще один аромат тоже просто обожаемый но это не скрыважер от фредерик мали сделал его морис рузель есть такой классический флакон опять же мой любимый бакелитовый travel кейс чтобы всегда носить с собой поговорим немного об этих ароматах ван дер вуд также кстати как и дивинан пан создал антуан ли один из моих любимейших парфюмеров ван дер вуд что важно знать про этот аромат от ком де гарсон волшебное дерево в нем действительно очень много древесных компонентов это и гваяк и сандал и кедр виргинский такой с характерным запахом простых карандашей есть пряности такая традиционная для гарсонов перечность есть ладан конечно куда же без ладана в случае с ком де гарсон но по итогу даже не знаю это настолько гладкий сандаловый аромат вот если есть сандаловом дереве моя любимая часть в натуральном масле сандал это такая нежная молочность опять же телесность но скорее напоминающая о чистой человеческой коже то в этом аромате замечательно передан этот эффект он опять же не считывается как духи в нем присутствует такая очень приятная натуральность кстати я вспомнила что андрей в одном из видео описывал ван дер вуд теперь мне придется вспомнить и пересмотреть видео я предлагаю вам сделать это тоже и посмотреть как он его описал но у меня ощущение именно такие кстати если вы любите четвертую молекулу посвященную его нового его но это такой синтетический сандаловый аддорант на мой взгляд в андер вуде тоже большая доза иванола один из любимых моих компонентов среди синтетических душистых веществ очень такой гладкий молочный нежный даже в какой-то мере цветочный сандал он действует на меня как не знаю валерьянка на кота отпишитесь у кого такой же такие же побочные эффекты от него наверное один из самых 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 любимых моих ароматов я отнесла его в категорию сексуальных такая уж у нас тема сегодня и действительно я испытываю такое легкое ну приятное даже возможно не эротическое переживание но то что это возбуждение неважно как бы умственная или физическая на телесном уровне но она вызывает во мне очень яркие эмоции а теперь рубрика немного нарциссизма в главных ролях мис кроважор от марки фредерик маль сделал его марис рюзель почему я говорю про нарциссизм все привыкли воспринимать десенде парфам фредерик маль как марку очень интеллигентную но при личной встрече с основателем бренда фредерик малем я с удивлением для себя обнаружила что такие понятия как сексапил сексуальность притягательность связь мужчин и женщин очень актуально для маля все-таки он человек старой закалки тут наверное играет роль и его отец такой достаточно блистательной режиссерской карьерой и не знаю у меня почему-то в голове гадар и такие очень традиционные в каком-то смысле наполненные сексуальной энергией фильмы новой волны так вот мис кроважор один из первых ароматов марки в описании официальным к нему все очень просто написано savage сексапил дикий сексапил фредерик маль и дикий сексапил ну да это действительно так в 2000 году очень давно когда аромат вышел он произвел невероятный фурор о фуроре как бы предупреждает само название разрушительный мускус но на мой взгляд дело тут не совсем мускусе мис кроважор это такой очень классический в каком-то смысле восточный ориентальный аромат здесь невероятно крутое сочетание пряностей такой тягучий амбры смол ванили пачули сандала отсутствуют цветочные ноты и опять же сам маль и бренд говорит о мис кроважор как а секстинской капелли среди ориентальных ароматов не очень скромно но вполне в духе марки помимо очевидных поводов включить мис кроважор в сексуальную подборку это мое личное переживание вот эта пряная часть в этом аромате очень напоминает мне о запахе тела знаете бывает такой очень вкусно пахнущий свежий пот у людей звучит не очень но по факту многие люди пахнут довольно приятно где-то на стыке между гвоздикой имбирем и корицей то есть для меня это такое очень эротическое очень телесная опять же будет максимальная концентрация слова телесные эротические сексуальные в этом видео но в общем напоминает о каких-то очень вкусно пахнущих людях причем встречаю такой запах и на девушках и на парнях их природный запах и действительно каким-то вот волшебным способом наверное мариса рузелью известно об этом запахе людском поэтому мис кроважор действительно про секса пил на этом перейдем к маскулинной подборки в ней у меня тердер мес миссия от фридерика маля и психоделик от живой поговорим о каждом из них опять же разрушаем мифы о марке фридерик маль если вы думаете о портрете леди или пудровым ирисе таких очень элегантных ароматах на людях из высшего общества то еще один аромат про секса пил который опять же в официальном описании марки категоризируется как аромат идеального бабника это миссия на самом деле миссия не сложно с трудом можно назвать вульгарным или каким-то очень мужицким по факту это очень красивая очень классическое сочетание такой горькой кожи я чувствую в нем очень явно замшевый шафрановый запах очень притягательный и действительно образ который рисуется в официальном описании это такой аккуратный мужчина в костюме с в полоску такой pinstripe suit в общем очень элегантный беспроигрышный вариант не только для мужчин но и для женщин которым нравятся такие древесно-кожаные абсолютно не сладкий чуть с горчинкой ароматы очень притягательный секрет его притягательности я не могу абсолютно точно вот артикулировать возможно это какое-то сочетание классики и небольшой изюминки которая вот создается благодаря этому шафрановому акценту при этом в парфюмерной пирамиде указаны и цитрусовые ноты и даже ванили в базе возможно эти ноты присутствуют но плетены очень аккуратно и если уж говорить честно я немного ощущаю ладанный акцент но основная основная история это пачули замша причем замша такая тонкой выделки какая-то аккуратная куртка или кож галантерея возможно сумка или портмоне в общем классный аромат воздействует на меня интересным образом мужчины и женщины обратите внимание на миссии мне немного претит вот эта категоризация но назвать этот аромат мадам как-то дочь на нем или мадемуазель точно не поворачивается язык и название миссия действительно классно отображает его характер это какой-то очень очень аккуратный мужчина действительно безупречный бабник еще один аромат который у меня ассоциируется с очень привлекательной мужественностью такой довольно классической и при этом в какой-то мере хрупкой это тельдер мес шедевр жан-клода или на который исполнен совершенно в его стилистике то есть несмотря на то что аромат называется земля эрмес здесь земля показана через воздух в аромате очень много пространства кажется что когда ты вдыхаешь его то дышишь полной грудью среди официальных нот заявлены естественно цитрусовые да то есть бергамот в старте много перца чувствуется герань такая очень мужская роза и и самый главный акцент ну для меня по крайней мере это ветивер в этом аромате хотя конечно присутствует и кедр и пачули но ветивер как известно очень очень притягательная нота в любых контекстах в ней сочетаются и землистые акценты и что-то такое зеленое мне еще напоминает всегда сырой арахис то есть в нем есть такая съедобность и маслянистость приятная и и вот здесь ветивер идеально подчеркнут его такая цитрусовая свежая часть которая натуральном масле ветивера уже есть она подчеркнута классными компонентами в частности бергамотом и апельсином и вот этот очень приятный гераниевый акцент очень мужской на мой взгляд доказывает это кстати и другие ароматы фредерико маля в том числе герань для мессия еще один мессия только гераньевый но там герань у него такая более мятная ментоловая похожие на зубной порошок а здесь герань добавляет к натуральности воздушности тердер мес я долго думала как объясниться перед вами и дать какой-то комментарий почему тердер меса попал в сексуальную подборку внезапно и тут я поняла что у меня есть такое очень личное довольно эротическое переживание по поводу ветра как я уже сказала в тердер мес очень много воздуха и я думаю что многие из вас согласятся со мной что мало что сравнится с ощущением когда ты стоишь в поле и тебя касаются сильные потоки ветра вот тердер мес это такое возвращение к истокам и некое соединение с безудержные природные силы которые во многом отражается и чувствуется в ветре особенно если он сильный ветер он нежный и сильный одновременно и вот эта природность тердер мес действительно земля кстати возвращаясь к теме земли мне кажется этот аромат был бы классным вариантом чтобы отправить инопланетянам для того чтобы они что-то поняли о людях и вообще о нашей планете и последний аромат нашей подборки это психоделик от живой французская марка и одноименный бутик в париже как можно догадаться уже по названию психоделик это аромат посвященный лету любви хиппи эре 60 не знаю фестиваль вудсток потлатым мужчинам в классной яркой одежде свободного кроя и естественно главный спонсор ароматический той эпохи это масло пачули натуральная которая идеально встраивалась в такой знаете дух немножко грязноватой одежды валяния в поле на лужайке иногда в грязи во время музыкального фестиваля и отлично масло пачули естественно скрывала запах раскуренного косячка поэтому психоделик идеально идеальный саундтрек кстати для этого аромата будет какой-нибудь цикаделик рок песня или композиция психоделик это абсолютное такое посвящение красивым пачули пачули мне нравится такая очень базовая опять же природная привлекательность масло пачули как я уже сказала в них есть грязь в них есть телесность в них есть древесность в них есть немного зелени пачули довольно сложный аромат в нем можно даже разглядеть какие-то шоколадные аккорды фруктовые здесь очень классно вся пачули история подчеркнута геранию опять же так же как и в тердер мес здесь герань даже можно почувствовать и база такая смолистая амбровая очень мне нравится этот аромат своей натуральностью и будем говорить так прямолинейностью то есть человек который носит психоделик его сразу в комнате заметно и сразу создается атмосфера вокруг человека и тем самым до привлекательности резко повышается в любом случае ты обращаешь внимание на человека который не боится носить яркие почулевые духи и мне кажется что многие согласятся со мной что почули довольно запоминающийся запах который перетягивает на себя много внимания в общем для людей которые любят находиться в центре у которых яркий стиль который любит необычную музыку примеру вот такой набор клише у меня появляется в голове когда я пробую психоделик и считаю что это тоже достойный претендент на звание достаточно сексуального и притягательного аромата а теперь ваша очередь как всегда жду в комментариях ваш взгляд на сексуальность и сексуальность в духах какие ароматы считаете привлекательными какие немного пошлыми вульгарными какие такими платоническими может быть больше передающими состояние влюбленности или ожидания какой-то телесности и близости предстоящей в общем мне интересно что вы думаете на эту тему и как каким образом сексуальность представляется вам и до встречи в новых выпусках на youtube канале арома ру а